Несколько часов назад объявлены результаты предварительного анализа одного из черных ящиков Ан-148, который разбился в минувшее воскресенье. Специалисты Межгосударственного авиационного комитета установили, экипаж мог совершить ошибку, потому что так называемые приемники полного давления обледенели. Это датчики, которые используются для вычисления скорости и ряда других параметров. По неизвестной пока причине, система их обогрева была отключена. В какой-то момент приборы показывали скорость 0 км в час. Но после удара практически вертикального двигатели самолета ушли под землю на несколько метров. Их сегодня выкапывали весь день и уже увезли на экспертизу. Алексей Лазуренко изучил предварительные выводы следствия. В этом самолете, может быть, и нет проще прибора. Приемник полного давления на Ан-148 в интернете можно найти всего за 100 рублей. Но первые расшифровки параметрического черного ящика дают экспертам МАКа повод сказать. Причиной гибели 71 человека могли быть именно эти, почти незаметные на фюзеляже детали. Параметрический черный ящик нарисовал экспертам картину произошедшего. Предшествующие трагедии события начали развиваться через 2,5 минуты после взлета. Пилоты стали получать противоположную информацию от датчиков давления. Один показывал, что скорость самолета снижается, другой, что растет. И разница эта быстро увеличивалась. Автоматика подала сигнал экипажу. Почти через минуту тревога сработала снова. Пилоты перешли в ручной режим управления лайнером. Ситуацию-то не спасло. На пятой минуте полета один из датчиков показывал 0, второй почти 600 км в час. Самолет падает. Землей он столкнется в 14 часов 27 минут и 5 секунд по московскому времени. Экипажи проходят специальные тренировки. Необходимо сравнить показания скорости капитана и второго пилота, определить неисправный и пилотировать по резерву. Поскольку источников приема полного давления, их три. Каждый любитель авиации знает, датчики давления очень простые, при этом капризные. Пока самолет на земле, их даже закрывают специальными заглушками. А в небе высока опасность их обледенения. Поэтому конструкция лайнера предусматривает подогрев этих приборов. Черный ящик фиксирует последние 15 полетов разбившегося Ана. Подогрев датчиков включали. Но отправляясь в роковой рейс, этого не сделали. При том, что в Москве стояли морозы. В соответствии с предположениями представителей МАК, фактором развития особой ситуации в полете могли стать неверные данные о скорости полета на индикаторах пилотов. Что в свою очередь, видимо, было связано с обледенением приемников полного давления при выключенном состоянии системы их обогрева. Эти данные следствия будет рассматривать в совокупности с другими материалами уголовного дела. Внимание следственных органов наверняка может привлечь и письмо, которое Росавиация разослала авиакомпаниям лишь накануне. В нем чиновники рассказывают о том, что во время сильного снегопада, что обрушился на Москву в первых числах февраля, семь самолетов вернулись в аэропорт Шереметьево. Как раз из-за того, что датчики давления показывали разную скорость движения лайнера. Почему это предупреждение появилось лишь после трагедии? Большой вопрос. Ведь, возможно, если бы чиновники напомнили об опасности раньше, спасателям не пришлось бы вгрызаться в ковшами промозглую землю Подмосковья, чтобы собрать детали разбившегося Ана. Алексей Узренко, Дарья Евсюкова, известие, специально для РЕН-ТВ.